Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру Future Fight. Опять же от Marvel, ребята, так что давайте глядеть, хотя раньше я в нее играл и причем довольно успешно. Но так как все у меня стерлось и исчезло, я начинаю все заново. Средний Манхэттен. Как такое могло произойти? Говорит Тор Одинсон. Почему никто не вызвал Мстителей раньше? Возможно щит парализован. По какой-то причине только вы с Черным Громом получили сообщение, отправленное мной. Хм. Что произошло на земле, Тчала? Нам только известно, что было какое-то массовое вторжение. Что бы то ни было, это даже хуже, чем мы могли бы себе представить. Если это правда, то в первую очередь мы должны выяснить, кто наши враги. Найдите и ликвидируйте врага. Так, ребята, играем за Тора. Двигайтесь, чтобы найти врагов. Ну, это все понятно. Так, ну я вам скажу, ребята, в последний раз, когда я в нее играл, графика была не настолько хороша, как сейчас. Сейчас даже очень хорошо все. Ох, хо-хо, хо-хо, хо-хо. Тор Одинсон дает о себе знать. Так. Да я ж тут неубиваемый, елки-палки. У меня 50-й уровень. Ага. Стив, открой глаза. Тор, прекрати. Как ты можешь такое просить, друг, капитан? Прекрати, Тор. Уже слишком поздно. У него нет никаких признаков жизни. Ты полагаешь, что он погиб? Но кто это мог сделать? Мы. Но мы тоже не хотели этого. В чем дело? Это проделки Локи? Яд Чала, это ты? Похоже, это еще один ты и Черный Гром. Мы скоро выясним, кто они такие на самом деле. Мы разберемся с ними, и они больше не осмелятся выдавать себя за нас. Тчала, мы уж точно не фальшивки. Реальные вы или фальшивые, вам никогда не избежать ярости Грома. Вот так вот, Черная Пантера. Короче, ребята, здесь у нас двойники. И с параллельной вселенной. Ну, вы, в общем, поймете это все сами. Когда будете наблюдать за игрой, вам все будет сразу ясно. А пока, кажется, да, непонятно, бред какой-то. Так. Ну, этот, ребята, у нас бой так и не завершится, потому что он закончится именно вот на этой ноте. Повтор заканчивается. Это якобы была запись. Ио Каста. Запись завершена. Меня послали сюда из будущего. Директор щита Ник Фьюри, чтобы я доставил следующее сообщение. Миру грозит опасность от неизвестного противника. Мы не справились, и я умру. Всему наступает конец, и я не мог даже понять, почему. Я не справился. Вы наша последняя надежда. Я рассчитываю на чудо. Ио Каста отошлет вас назад, в то время, пока апокалипсис еще не начался. И назначит вас новым директором. И О Каста... Это все сообщение. Это тайное место, подготовленное директором Фьюри для данного последнего задания. И операцию по его выбору будете возглавлять вы. Чтобы помочь вам, он призвал своих самых надежных союзников, которые вскоре к вам присоединятся. Ваша команда это Капитан Америка, Стив Роджер, Железный Человек, Тони Старк и Черная Вдова, Наташа Романова. Однако, из-за нестабильности системы были повреждены данные, необходимые для контакта. К счастью, мы располагаем данными о Стиве Роджерсе в боевом симуляторе щита. И попытаемся восстановить поврежденные данные в ходе симуляции. Ух, вот так вот, ребята, начинается у нас история. Так, команда, естественно, будем набирать себе. Информация о биометриках требуется для вербовки персонажей. Имеется, требуется. Так. Капитан Америка. Кликаем, ребятушки. Что же нам еще тут остается делать? Завербовать, ну конечно. Да, вот он. Тут написано краткая информация о нем, но это все потом будем читать, ребята. Это перетяните персонажа для добавления его в команду, естественно. Вау. Вот она. Вот она моя суперкоманда. Используйте тот же метод для вербовки других персонажей. Директор Фьюри когда-то сказал, что когда миру грозит разрушение, то не бывает ни друзей, ни врагов. Хм. Верные слова. А теперь выбирайте себе кодовое имя. Ну и естественно, ребята, я буду называть себя Винрей. Да, я хочу использовать. Ай, я ну занятое. Ребят, это самая-самая первая моя игра. С первого уровня. Хе-хе-хе. Поэтому назовем себя, пожалуй... А как себя можно назвать-то, е-мое? Даже пока ничего и в голову-то не приходит. Давай, э-э... Спу-ки-рей. Да, Спу-ки-рей, ребят, так и назовем. Хе-хе-хе. Так, есть такой, нет? Вау, свободно. Чтобы собрать больше персонажей, вам нужны биометрики. Ну это понятно, ребят. Биометрики можно получить различными способами. Но в основном они есть в сюжетных миссиях. Нажмите кнопку Войти, чтобы перейти в сюжетные миссии. Давайте перейдем, ребят. Войти, да-да-да-да, Войти. Миссии. Ну, естественно. Так, пройдено 0%. Пропавший ученый. Так, перетащите Капитана Америка на место лидера. Когда начнется бой, появится Капитан Америка и начнет сражаться. Хе-хе-хе. Ну это понятно, ребят. Что вы такие-то уж прям элементарные вещи-то мне подсказываете. Конец света. И самая большая проблема в том, что у нас мало информации. Прежде всего, давайте делать все по порядку. Шаг за шагом. Кто может представлять собой угрозу? Гидра? Я сомневаюсь, что это кто-то действующий из корыстных побуждений. Даже Гидра не хотела бы апокалипсиса. Тоже верно, кстати. Ну есть кое-что, кому, как я думаю, было бы наплевать на последствия. И кому же? Альтрон? И оказывается, как думаешь, ты сможешь обнаружить сигнал Альтрона с помощью своего радара? Я попробую, Капитан. Подключаюсь к энтропийному радару. Прием нормальный. Расширение диапазона поиска. Запуск анализа входящих данных. Я сдерживаюсь, чтобы не разобрать ее на составляющие. Деталь за деталью. Что? Просто мысли вслух. Я обнаружила энергию, схожую с образцами энергии Альтрона. Степень соответствия составляет 12%. И продолжает расти. Хм, я не знаю, что это значит, но по крайней мере, это уже что-то. Начнем с Альтрона. Где он? В Неме над Манхэттеном. Приближается к Старк Тауру. Хе-хе. Ну и дела. Почему всегда я? Эй, вы что, уснули? Может, начнем двигаться? Я только за. Так, куда мы сейчас будем двигаться с вами, ребят? В каком направлении? К Альтрону? Йоу. Вблизи Старк Тауру. Манхэттен. Еще одна атака Альтрона. Напомнила мне чего-то там. Хе-хе. У нас какие-то могут быть совместные атаки, да? Попробуйте. Ага, вот. Понятно. Так, ну давайте, ребята, через этих олухов пробиваться. Повышение уровня у нас произошло. Так, а что тут? Что тут такое? Чувство опасности. Так, это кто такой-то? Что это за мухомор, понимаешь, появился здесь? Зря, зря, конечно, он явился. Его здесь ничего не поможет. Да, это, ребята, обычный какой-то киборг. Все, лежит и отдыхает. А это еще что за чудище? Копия Альтрона для дальнего боя? Ну, давай посмотрим. Насколько ты хороша копия. Так, скоростной ударный. Персонаж скоростного типа наносит дополнительный урон персонажам ударного типа. Обратите внимание на связь между типами вашего персонажа и врага, чтобы получить преимущество. Понятно. Поменяйте персонажа с преимуществом. А ну-ка. Воу-воу-воу-воу. Ух ты, довольно неплохо мы, ребята, его разбираем. Хе-хе. Так, черная вдова, значит, отжигает у меня, да? Пора, наверное, с ним завязывать. На, гаденыш. Эй, промазали. Много, Тони. Да какого лешего ты? Давай. Ну еще залп. Да получи ты, блин, копия дешевая. Все, ребята. Довольно легкая была победа. Миссия пройдена. Достижения. Ну, все как полагается. И три звезды. Повышение уровня всем. Всем пиво, ребята, за мой счет. Хе-хе-хе. Так, да, конечно, хочу за тысячу монет повысить ранг. Кто откажется от такой халявы? Повышение ранга завершено. Рассказывать я никому не буду. Естественно, закрывать. Так, тут все окей. Обучение завершено. Похоже, основу вы усвоили. Симуляция боя завершена. Это была симуляция боя? Награда за обучение. Хе-хе. Забираем, конечно, все. Блин, а почему это симуляция была? Награда за первый раз. Так, это что у нас такое здесь? Ёлки-палки. Погоди, 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 погоди. А, награда за первый день. Выбор персонажа шестизвездочного? Хо-хо. Так, посмотреть награды. Что-то я не понял. А как мне забрать-то их? Как забрать? Новый персонаж. Предупреждение об обновлении. Выберите персонажа и повысьте его до шести звезд. Так, ну давай. Нет уж. Я не буду. Я, ребята, в прошлый раз играл призрачным гонщиком. И причем довольно успешно. Поэтому я думаю, что есть смысл взять его. Тем более, он мне нравится. Проверенный чувак. Так, настоящее имя Джонатан. Джонни Блейд. Так, 82 килограмма весу. После того, как отчаянный мотоциклист-каскадер Джонни связался с демоном Заратасом, он заключил с ним контракт и приобрел способность превращаться в призрачного гонщика, представляя собой скелет с пылающим черепом. Он использует свою сверхъестественную силу, чтобы защитить невинных. Вот так, ребята. Путешествие героя – это хорошая возможность изучить игру и получить награды. Путешествие героя состоит из 39 заданий. Охереть. Ко времени завершения путешествий стартовый персонаж будет иметь уровень 50, ранг 6 звезд и мастерство 6. Ого. Как они мне все тут круто расписали. Да что такое-то? Условия завершены и награды. Хорош уже. Так, ну что. Давайте начнем, наверное, обучение. А что тут еще можно сделать? Доступ бесплатный персонаж. А это что такое у нас? Бонус новому игроку. Биометрики. Ген Икс. Офигеть, блин. Ох ты! Это кто такой у нас? Незавербованный персонаж. Так, а кто вообще тут есть? Ого. Вот это жесть. Веном, что ли? Странный. Так, давайте возьмем вот это вот. Эрик Киллмонгер. Да, я хочу. И. Вот он. Да. Тратим 20 биометриков. А, у нас 20 есть. Тратим 10. Есть. Найден персонаж. Эрик Киллмонгер. Да, значит, рост почти 2 метра. 102 килограмма. Эрик Киллмонгер. Изгнанный из Ваканды. Поклялся свергнуть Чалу с трона и управлять государством по-своему. Этот могучий воин также является экспертом в политике и экономике, что делает его одним из самых грозных врагов Черной Пантеры. Ну что же, очень хорошо, ребята. А мы с вами дальше будем обучаться в этой игре. Так, перейти. Войти. Что нам дают здесь? Миссии, ага. Какие? Сюжетные. Пройдено на 0%. Сюжетные миссии это основные миссии, в которых выпадают биометрики персонажей и материалы для улучшения снаряжения. И ежедневно можно получить не больше определенного количества биометрик. Угу. Понятно. Глава 1. Пропавшие ученые у нас. Так, этап 2. Три энергии тратим, начинаем, да? Наверное, ребята, потому что у нас тут что? Ага. Черт, их слишком много. Где это набрали такую огромную штурмовую группу? Мне самому это интересно. Силы Альтрона уже захватили Старк Тауэр. Я уже в курсе. Альтрон женского пола. Следи за словами, Тони. Хорошо, извини. Нет проблем, мистер Старк. Я могу подтвердить, что большинство сотрудников были эвакуированы. Приятно это слышать. Спасибо, Ио. Продолжай в том же духе. Я хочу знать о каждом из них. Хватит беспокоиться обо всех, Тони. Давай двигаться дальше. Эй, что? Я проведу вас кратчайшим путем к башне. Ясно. Вперед. Хм. Ну что же, ребята, давайте смотреть, что у нас здесь будет. С кем мы тут? С Альтроном, не с Альтроном. Вблизи Стартаура. Манхэттен. Все так же по-прежнему. Угу. Ну что, капиташа, давай. Будем разбираться здесь со всеми. Предоставь это мне, Тони. Ага. Как видите, здесь все пока еще ватные. Я бы даже сказал, что разбираем все мысли вообще без проблем. Тихо, давай-ка. Тони Старк задаем. С Жару. Отлично. Чувство опасности. Что это за олок тут у нас появился? Типа мини-босика, да? Ладно, будем его разбирать. Старей, ты серьезно собираешься читать мне лекции? Ха-ха-ха. Они еще якобы между собой тут бубнят. Ну, нам-то это не интересно. Нам главное победить. Победить вот этого вот олока. Это было прекрасно. Он ватный. У него, ребята, главное, как говорится, избегать прямых атак и все. Все. Ну и что, что ты? Что ты тут брыкаешься? Все. Сдох, огурец. Миссия пройдена. Фух. Легко и просто все. На три звезды. Хм, замечательно. Так. Что нам, дадут какие-нибудь биометрики? Нет? Жаль. О, 21 тысяча. Конечно, будем повышать уровень, ребята. До двух звезд. Ох, наша вдовушка растет. Так, не будем мы никому ничего рассказывать, да? Хе-хе. Будем закрывать. Ага. У них тут автоматически пока все улучшается. Предмет, сохраняющий данные персонажа. Использовать предметы для вербовки персонажей или повышения их ранга. Понятно. А, это все новенькое, что нам выпадает. Понятно было. Легкое такое описание. Что, что, что? Ну, давай дальше. Ио, я жду тебя. Путешествие Героя 1 выполнено. Получите награду в главном фойе. Понятно. Ого. Золото 120 тысяч. И камешек получили. Хе-хе. Так, что у нас тут на почте? Забираем все, ребята. Что нам... Ох ты, найден персонаж. Альтрон. 333 килограмма весит. Пусть это и спорное утверждение, но Альтрон является величайшим и, несомненно, ужаснейшим созданием научного гения доктора Генри Пима. Этот неконтролируемый робот и невменяемый преступник задумал покорить мир и истребить человечество. Доктор Генри Пима. Вот кто его сделал, ребята. Ха-ха. А я думал, что это Тони. Нифигашечки. Ошибочка получилась. Так, ребят, давайте забирать здесь все. Что такое? Выбор персонажа 6 звезд. Естественно, я выберу, наверное, ребята... Да, призрачного гонщика я оставляю. Да, я хочу его приобрести. Есть! Хо-хоу! Красава! Универсальный, ребята, он универсальный. То есть, подходит под все. Так, ослепительные 4 звезды. В общем, набрали тут с вами достижений. Это хорошо, ребята. Да, забираем, наверное, все, да? Так, это что у нас такое? Биометрика. 100 штук. Ого. Это что такая за... Так, а это кто? Уиллис Кло. Так, а здесь Шури. Вот, ребята, дилемма. Я не знаю, кого выбрать мне. Черт подери. Этих героев я просто не знаю. Так. Хеймдаль. Это ж, по-моему, из Тора, если я не ошибаюсь, да? Хм. О, Хэлла. Тоже из Тора. Ммм. Черт, все так соблазнительно. Я даже не знаю, ребята, что взять. Хотелось бы что-то новенькое. А не из того, что я раньше брал. Может быть, возьмем все-таки мы с вами Шури, а? Или... Нет, все-таки давайте Хэллу. Хэлла богиня и провинница мира. Мертвых в Вазгарде. Обладая властью над жизнью и смертью своих родственников, она часто строит козни против Одина и его правления. Выбираем ее, ребята. Фух. Надеюсь, я не прогадал. Ага. 20 биометриков тратим. И вот она. Да, настоящее имя Хэлла. Рост 2 метра почти. И 200 килограмм весу. Вот это бабенка. Хе-хе. И нам дают дальше возможность выбрать кого-нибудь. Кого бы взять, а, ребята? Не знаю. Здесь какие-то не ахти герои у нас остались. Может быть, взять Вижн? Или... Да, давайте посмотрим. Так, что он на себя представляет? Металлическое чудовище, именуемое Альтроном, создало синтетического гуманоина Вижна из остатков оригинального человека Фагела, супергероя Андроида 1940-х годов в качестве средства борьбы с омстителями. Слушайте, ладно. Была, не была. Вижн. Однозвездочный он, получается, у нас. Да. Фиксим, приобретаем. Вот он. Вот он, красавец. Все они почему-то под 2 метра, а, олухи? Хе-хе-хе. Ух ты, е-мое. Тут все это можно забирать, да? Я так понимаю. Ага. Привезор с продажей костюмов. Это мы не будем читать, ребята. Это сплошная тут реклама. Мы просто будем забирать все, что нам дают. Обязательно вот эти карточки, билетики. Так, а это что у нас такое? Вообще не по-русски. Хе-хе-хе. Фиг с ним. Так, что нам дальше с вами делать? Команда. У нас команда-то, в принципе, собранта. Но я думаю, что есть смысл заменить. Так, возьмем, наверное, вот так вот сделаем. Да? Не зря же я его брал. Шесть звезд. Но у него, правда, уровень один. Так, и Альтрона. Так, ну что, наверное, и Хеллу тогда, да? Может быть, возьмем. Две звезды у нее. Вот так. Вот такой командой мы пока, ребят, с вами поиграем. Потому что для меня вот Альтрон и Хелла герои неизвестны. Я не знаю, что они себе представляют. И единственный шанс проверить, это, конечно же, в боевке. Так, достижения. Что у нас тут по достижениям? Дадут какие-нибудь призы? Так, да. Забираем. Вау. Мы получаем с вами уровень третий. Превосходно просто. Викторина. Не знаю. Ё-моё. Да тут только, блин, на одних сборах и разборах можно потратить не один час. Так, наверное, я, ребята, это потом все-таки при монтаже вырежу. Нафиг столько всего тут. Хотя, если оно сейчас быстренько все это пройдет, может быть, мы и оставим. Так, забираем последнее. Да, я надеюсь, это последнее. Да, фишка опыта. А как их, интересно, применять? Что за викторина? Где набор улучшений костюмов? Набор улучшений костюмов. Я фиг его знает. Ежедневные миссии. Неправильно, да? Давай вот так вот. Хрен тебе. Я не знаю, ребята, это я просто пропускаю, потому что все равно мне, наверное, не удастся правильно ответить. А уже в следующий раз мы с вами хорошенько подготовимся к этому делу и будем нормально на это все отвечать. Так, ну что? По достижению вроде бы как все. У нас тут еще панель статуса, магазин. Получены награды 5 из 5. Легендарные битвы. О, легендарные битвы. У нас Тор и Блэк Пантера. Черная Пантера. Давайте, наверное, зайдем с вами в Черную Пантеру. Я здесь, ребята, честно говоря, не знаю, что будет, но в первый раз сталкиваюсь вот с этими видами обновления. Так что есть, наверное, смысл поглядеть. Да, я выбираю эпизод Черной Пантеры. Улучшить. Хе-хе. Нет, я как-нибудь, ребята, обойдусь без улучшения. Хотя она у меня вроде бы как есть. Черная Пантера высадила Клоу, самого разыскиваемого человека в Ваканде. Охота называется миссия. Войти. Особый подарок. Это мне, что ли, дали подарок? Ух ты! Настоящее имя Т'Чала. Давайте-ка починем биографию. Сильный, высококультурный и благородный Чала стал королем Ваканды, маленького государства, затерянного в африканских джунглях. После смерти отца, Чала носит церемониальное одеяние Черной Пантеры, тотема народа Ваканды. Являясь вождем клана Пантеры, он последний в долгом роду королей воинов, свято почитающих традиции, фанатично предан своему племени и обладающих глубоким чувством чести. Вот так вот, ребята. А вы додумали, что он лох? Нет, ребята, он за справедливость. Он, как говорится, за свой маленький мирок, за свое государство. Нашла, так я и думала. Шури. О чем это ты? Действительно, о чем? Об этом внезапном бунте, разве тебе не хочется знать, откуда взялось оружие? А я уже догадался, откуда. Хм, вероятно, контрабандой доставили. Не так уж и много торговцев оружием перевозят оружие в таких масштабах, и среди них совсем мало тех, кто вообще знает о Ваканде. Это уж точно. Ваканда это ж скрытое все. Уолис Кло. Я тоже об этом подумала. Кто-то только что вытащил его из тюрьмы, и в последний раз его видели в подпольном казино в Корее. Ладно, пойду и кое-что проверю. Мне тебя сопровождать? Кому-то нужно защищать дворец. Я быстро. Да, одна нога там, другая здесь. Так что, ребятушки, давайте смотреть, что это у нас за Уолис Кло. Очень хочется ему надрать занятцу, тем более за то, что он торгует оружием. Я, как всегда, против этого пацифист, потому что Пусан Корея. Ха, вот он как выглядит, ребята. Хоу, мимо, сынок. На кого ты батон-то крошишь? Родной ты мой. Оу, щетас. Попал все-таки. Ага, значит, одна рука у него протез. Йохоу. Ха-ха. Вау. Уэлли Склоу, да ты достал. Нифига у тебя там оружие. Так, ребят, у нас какое-то время тут идет. Ох ты. А что я вам скажу? Довольно неплохо Пантерка справляется с ним. Очень даже хорошо. Слушайте, очень богатый выбор. Оу, тихо, что такое? Очень богатый выбор суперударов у Пантеры. О, шикандос. Сюда. Да, ребят, я его сейчас ухоркаю, вы посмотрите. Очень быстро я его разбираю. На-ка, бомбочек. Эй, оглушил. Но он, гаденыш, вызывает машину себе в помощь, которая давит. Точнее, должна меня давить. Оу, отбегаем. Ха-ха-ха, со своим пулеметиком. Мини-ган тебе здесь не поможет. О, ты куда, сынок? Хе-хе, я что-то не врубился, ребяточки. Это куда? Да ладно, завязывай. Вот это новость, ребята. У него полностью ХП, тем более он еще и в машине. Ладно. Мы не будем по этому поводу отчаяться. Будем его бомбить. Ёлки-палки, со всех сторон тачки ты достал. Слушайте, довольно медленно отнимаются жизни. Так, а у меня-то как с житухами? А у меня пока все нормуль. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот это я попал, ребята, в тупиковое положение. Давай-то уничтожай машину, свистуля. Так, отлично. Так, что он опять тут придумал? Что это такое? Что это? Оп-оп-оп-оп. Ого. Ха-ха-ха. Вовремя я убежал в уголочек-то, да? Ты, ты посмотри. Что у него такая за машина, которая может просто на месте разворачиваться? Блин, видимо, новые технологии какие-то. Нам таких еще не дано. Просто берет и разворачиваться на месте. Да. Ва. Красота. Так, отходим, ребята, отходим. Машина, машина, машина. Что за фигня? Я не понимаю. Вроде бы должны проехать. А-а-а, смотрите-ка. Все, я его сейчас, ребят, похороню. У него всего-то 28 тысяч капит. Там все. Тут вообще 8-7. Так, время. Я укладываюсь вполне. Да. Что это? Ха, вон он валяется, говнюк. Ха-ха. Рылом в асфальт уперся. Ну что же. Испытание пройдено? Довольно легко. Зачем ты притащил в Аканду оружие? Ты еще не в курсе новостей из Аканды? Нет. Что? Твой друг уже должен был начать. Ты неплохо повеселился, проследуй меня, да? Я отличная приманка, не так ли? Черт, Шури, отвечай. Черт побери, Шури. О, ребятушки, это была замануха, оказывается. А вот у нас кто это? Кто это? Шури. О-о, ты посмотри, у нее какие... Какие великолепные перчатки. Вопрос заключается только в том, как бы мне ее получить. Ну вот, например, начать. Так, герой Шури. Тут у нас костюмы, да, значит? Ммм... Понял. Так, идет загрузочка. А, мы, наверное, с вами во второй акт попадаем. Да, ребята, Ваканда. Хо-хоу. Мбако, ты решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы осуществить свой план? Какова твоя цель? Рассказывай мне. Я не могу больше мириться со слабым королем. Да, как ты смеешь. Теперь Вакандой будет управлять воистину достойный король. Ваканди не будет больше прятаться. Не знаю, кто подговорил на это такого глупца, как ты, но ты совершаешь большую ошибку. Я покажу тебе истинную силу племени Пантеры. Хо-хоу, ребята. Мбако, вот с ним-то мы сейчас и будем драться. А ну-ка, посмотрим, что... О, смотри, кто там копьишка какой-то стреляет. Ух, да походу, ребятушки, ему хана. Ватненький вот здесь какой-то. Так, тихо-тихо, не буянь тут мне. Разбуянился. Так, ребят, у нас походу есть удар, который просто оглушает соперника. Ух ты, мы еще Пантеру вызываем. Так, оп-оп-оп-оп, куда-то там. Хе-хе-хе. Сынуля, иди сюда, буду тебя сейчас уму-разуму учить. Захотел он здесь переворот сделать, понимаешь ли, а? Свернуть чалу и, как говорится, взять власть в свои руки. Это, видимо, какой-то брат. Или приемный брат. Или двоюродный брат. Не знаю, кто это такой. Фильм, ребят, я еще не смотрел. Не особо, как бы, пока хочу. Но всему свое время. Будем пока брать знания из игры. Хе-хе-хе. Ну, что, уже половину хп мы отняли у него, ребят. Так что, не вижу никаких проблем. Хотя, у меня тоже не очень-то много здоровья. Так. Слушайте, может быть, даже и кончится все плохо для нас. Черт побери. Хотя, нет, наверное, не будет. Все будет у нас нормуль. Так, мы его оглушили. Естественно, будем сзади его бить. Бросает он свой вонючий коптишка там, никчемный. Так, давай, иди сюда. Да, если он надеется меня победить в этом раунде, то он очень ошибается. Ни шиша у него не получится. Все, ребята, практически он уже готов. Так, 217 тысяч хп у него всего осталось. Ну. Оглушили. Долбанули. Ах, как хорошо я ему припечатал. Нага. Ну что, ребятушки, все. 10 тысяч хп. А у нас? А у нас еще много. Воу-воу-воу-воу. Главное, чтобы он тут... Я надеюсь, тут нету второй фазы, как у этого. У Олеса было, что мы его подбили, потом он сел в машину. Нет. Тут у нас все отлично, все по-честному. Ага, испытание пройдено, ребят. Двигаемся с вами далее. Ну, что нам тут дадут? Кстати, у нас Пантера. Она 60-го уровня, плюс у нее 6 звезд. И не какие-то там желтенькие, ребята, а у нее красные. А красные, по-моему, это максимальные прокаченные персонажи. Так, биометрика Люк Кейдж. Хорошо. Люк Кейдж, кстати, в битвах чемпионов мы же с ним, по-моему, дрались. Я его еще назвал боксером. Так, ну что, ребята, тут у нас охота, осада Ваканды. В общем, вся история Черной Пантеры. Ух ты. Легендарные битвы нам открылись. Ого. Ну, это уже, надеюсь, будет у нас в следующей, ребята, серии. А на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся, ребята, увидимся в следующих сериях. И, надеюсь, очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok